Всем привет! Всех поздравляю с наступившим Новым Годом! Коротко расскажу про смену. 31 декабря проработал я 16 часов. Выехал я на смену в 17.00.31 и приехал в час дня, 1 января. Первого можно было, кстати, работать еще весь день и всю ночь. И не хуже было 31. То есть коэффициенты вообще не гасли. То есть было шикарно. Заработал я грязными 17 копеек, ну 17-18 по программе. Работал я только по Яндексу, купил смену. Получается эконом 1350. Когда в центр попал я в 4 утра, поставил кнопку «Мой район». Вот, работал по кнопке. Ну, 2-3 километра 600 рублей. Ну, как бы нормально было, очень хорошо. Мне понравилось. Что я хочу сказать про людей. Люди были, я готовился к лучшему, все было настолько идеально. Ни одной ссоры не было, ни одного скандала, ни одной наглости. «Эй, включи музыку, я музыку хочу, там можно курить». Ничего такого вообще не было. Мне так эта смена понравилась. Хотя все люди, ну, блин, 80% наверное, были такие уже хорошенькие, пьяненькие. Это прям нормально. Но все были культурные, все было очень хорошо. И про геометку хочу сказать. Это мое мнение про геометку. То есть, люди пьяные, да, вот, ну, будем рассуждать, как бы, логически, да. Люди все пьяные. Это было утро, ночь. Я все это время беру, то, что я проработал 16 часов. Геометка. Куда я подъезжал? Где у пассажира указана геометка? Я туда подъезжал, и люди садились. У меня не было ни одного звонка, чтоб человек позвонил и сказал, я не туда подъехал. Где указано, туда подъехал, там и сели. Все. Вообще проблем не было. Ну, и мне кажется, то есть, когда, ну, обычные рабочие дни, это люди с этой геолокацией действительно мудрят. Вот это ставят, где подешевле проехать, а потом звонят, ты дебил, ты куда подъехал, я вообще с другой стороны, или я вообще через два дома туда мне подъедь. В общем, мое мнение, что это вот эти вот бараны, вот эти вот люди специально дурят таксистов. Потому что пьяным, я считаю, вот человек, вот он стоит пьяный, вызывает вот такси, ему некогда там вот это вот выбирать, что там подешевле, что подороже. Он куда вызвал, ему лишь бы добраться до кровати. И все было идеально, ни одного заказа не было. Ну, если логически подумать, действительно, оно так и получается. Не знаю, по крайней мере, мое мнение такое. Пьяные люди садятся лучше в машине. То есть, у меня в машине 31, она была чистая. Ну, я не говорю визуально, потому что там и снег, и дождь шел, все было. Внутри у меня сидение не запачканное. Здесь все я протер, все. Люди пьяные садятся лучше, чем трезвые будут. Не о пороге вот эти, знаете, вот эти вот в сапожках, они вот эти, то, что сбоку там, вот эти застежки, вот это о порог ничего не шоркается. Блин, я вообще в шоке. Мне вообще смена это понравилась. То есть, шикарно. Но попалось, я не знаю, как этих людей назвать. Получилось так, что мне на утро, не на утро, на 2 января мне поступило два знака, но я скажу об обоих, там смысл один. У них в обоих стояла наличка. То есть, это два разных человека, два разных заказа. Но смысл у них один. У них стоит наличка. Они, то есть, у них до дома там, там, 4-5 километров поездка. Это уже на утро было 9-10 утра. Там, 350-370 рублей, все. Тем и тем надо было в магазины. В один магазин, во второй магазин, в третий магазин, в четвертый магазин. Все, они говорят, мы доплатим, все, без проблем. Они скидывали на карту Сбербанка онлайн. Вот. И получается, не спрашиваю, сколько мы вам должны? Я не говорю сумму, я сказал, вот сколько вам не жалко, столько? Ну, перекиньте. Они говорят, нет, мы так не можем, вы скажите, типа, мы отправим. И говорю, ну, 300 рублей вас устроит? Да, устроит вполне. То есть, 350 поездка и плюс 300, вот то, что мы там заезжали, обратно приезжали. Все, это, я считаю, для Нового года нормально. Но людям на следующий день показалось, что, видно, они до хрена заплатили на Новый год. Они посмотрели через Сбербанк и звонили у меня и спрашивали, почему они оплатили два раза. Одни как-то нормальные отнеслись, вторые аж сбросили трубку. Ну, не знаю, мне стремно, я всегда ставлю себя на их место, не знаю, я бы никогда вот так не был. Если ты ни хрена не помнишь, ну, как бы, на хрен ты названиваешь? Ну, возможно, они подумали, что их там таксист развел, возможно, мне кажется, тоже такое. Ну, не знаю, я бы в любом случае не звонил. Как бы, 300 рублей сверху, это не тысяча, это не две, это не пять тысяч. То есть, я бы понял, если там человек перевел две тысячи, там, и это, да. А так, не знаю, по мне, так это как-то, не знаю, стремно. В общем, в этом ролике покажу я вам историю, что случилось на этот Новый год, такие произошли ситуации с людьми, скандалы, все такое, там, людей пьяных, я вам, ну, я показывать не буду. Ну, это некрасиво, я думаю, все пьют пьяных людей по газу, ну, не знаю, я не буду, по крайней мере, этого делать. Я покажу ситуацию, которые произошли с людьми на этот Новый год. Вот. Ну, как-то все вот так вот. В общем, смена мне понравилась. Я ожидал хуже, худшего, ну, получилось очень даже хорошо. Что еще, что еще можно сказать? Да, наверное, все, все, про деньги я вам сказал, заработок, ну, мне кажется, все равно как-то маловато. А, пятихатку я нашел, кстати, на коврике, пятихатку мне дали за отмену заказа, люди вышли, это вообще у меня такое, не знаю, второй раз за всю мою жизнь, наверное, таксование вот этого вот, что люди выходят и дают деньги за отмену. Ну, вроде все, все, смотрите видосы. Все, всем пока, всем удачи, пока. Добрый день, здравствуй. Бля, шнура нет у нас, давай, может, ехать никуда не будем, просто вот, короче, андроидовский, и чтобы продать, сколько надо, я тебе денег дам. А что продать-то надо? Шнур, блядь, займал. Какой шнур? Вот, вот такой. Это не от андроида? Айфон? Нет. Хонур. Ну, блядь, а, кстати, надо спросить, там же разъема тоже широкий. Тебе просто зарядку надо продать? Нет, мне шнур надо. Ну, такой подойдет тебе? А, да, я посмотрю. Не, куда ты мне сейчас отработаешь, и не надо. Заебал, да. Она от андроида, от айфона и еще одни, держите же. Так, смотри, для тебя ходить никуда не надо. Вот она от андроида, она подходит к любым, вот это не подойдет, это от айфона. Я спрошу, вот, подожди. Они подходят на самсунге, у тебя широкий. Это не тайп-си. Вот смотри, вот есть узкий, а есть широкий. Вот надо поинтересоваться, какой широкий. Нет, она на 100% подойдет, они станут, вот это стандартный. Подожди, вам снегурку надо, позови меня. Пополнила снегурочка. Снегурка! Нам какой вход надо, вот такой или широкий? Не, не широкий, это обычный самсунг. Андроидовский. Да, да, это андроидовский. Да, давай сейчас спросим. Вот, 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 подожди. Вот, вот, подожди. Она от андроида, это стандартный. Если что, это андроид, можно ли? Есть широкий, есть узкий. Вот на мой, смотри. А, подожди, да у меня, ты был тоже. Не, подожди, стой, вы к чему хотите посадиться? Сейчас я пошлю. Можно ли я к своей аппаратуре, через мой телефон он хоть подключил. А, вот, да. У вас, ну, ранее не было. Вот, вот, все. А вот это что, это можно будет купить у вас? Да. Ну, у меня есть, можно. Сколько он стоит? 300. Вот это, она универсальная. И плюс... Да, она, да, она потому что здесь для айфона. И плюс мы не едем. И плюс мы не едем. Да без проблем не едем. Без проблем. Короче, давай списывай. Пожалуйста. Списываем, рассчитываемся. Брат. Не, 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 погоди, стой. Подожди. Отпуни поездку. Ты куда едешь? Я за шнуром ехал, я уже в машине его нашел. Да, я уже в машине его нашел. И плюс еще поездку. Нет, поездку я отниму. Нет, уже 300 рублей все. Зарядку, да, я отдал. Хорошо, 300 и все. Все 300 рублей. Все, 300 рублей и все. Все, пора кам, братан. С Новым Годом. Да, вот тоже с Новым Годом. Давай, братан. Все нормально? Все? С Новым Годом. Все. Я тебя звоню. Ох, ена ты выручил, блябра. Я тебе звоню. Никогда не надо. Я тебе звоню. Я тебе звоню. Это есть с новым тебе. Ааа. Можно? Давай, братан. А работает там магаз? Конечно. Что хочешь? Что хочешь? Не, я сигареты. Что хочешь? Я отменю не переживаю. Тебе что хочешь? Да нет, если за сигаретами пойду. Не надо. Друг другу. Да не надо, не надо. Все, счастливо. Просто я сейчас тебя сделаю. Давай, слушай. Ага, числю, хорошо отдохнуть. Короче, продал зарядку, короткая, я ее покупал, камеру заряжать, зарядку забыл дома, заехал в этот, какого, господи, фикс прайс, за 69 рублей купил, продал за три сотки. Ой, блядь. Ну, круто, заказ еще отменю. Ну, круто, заказ еще отменю. Соединение устанавливается. Продолжение следует. Да. Алло. Я уже уехала давно. А что они отменяете заказ-то? Да потому что я не знаю, как отменить, блин, я вам звонила, звонила, не дозвонилась, в итоге... Вы мне позвонили один раз. Я вам звоню раз десять, вы сбрасываете. Я не знаю, я вам звонила несколько раз. Так я вас дозвоню с пять минут. Кого я жду-то сижу? Я дозвониваюсь. Потому что мне показано было, что водитель приехал. Ну... Я пытаюсь позвонить, не позвонил, не дозвонилась в итоге. Как не позвонил? Вы вызвали к метро, я приехал к метро через минуту. Как вы могли уехать? Через... Я не знаю. Ну, так вы... Стояла, 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 вот так и замелся, говорит, смотри, маршрутка подъехала. Поехала маршрутки. Так вы за минуту у них... Ну, мне шатого. Так, а почему вы не отменяете заказ? Нет, я не минуту бы... А так я не знаю, как отменить. Ну, вы... Ну, а я кого жду-то сижу? Вот я потратил на вас 15 минут. С вас спишутся все равно деньги. Какая разница-то? Ну, хорошо, хорошо. Списывайте на здоровье. Вот, когда надо, такие умные, все знают, что у нас там золото, платина, там нельзя отменять, как заказ отменить, так все. Ты стоишь в... Я вот, кстати, я всегда, когда люди заказывают на остановку, ну, я в основном не беру, потому что это они по 70 рублей. Когда с каэфами, я всегда нажимаю заранее, потому что они ждут автобуса, они вызвали такси, автобус подошел, все, они сели и уехали. Вот не могут отменить, вот кого я жду, вот такие свиньи, ну, не то, что... Как сказать-то, блин? Всем похер. И вот до сих пор не отменяют, мне еще ждать сидеть. Я отвечаю, я ей звонил. Я не знаю, сколько. Девять раз, девять раз она сбрасывала, не могла ответить. Девять раз. А потом я ее, видно, задолбал, или она там музыку в наушниках слушать, я ей не даю прослушать. Она взяла и сделала, я на маршрутке уехала. Я приехал к ней за минуту. Даже другое такси бы, если она вызывала, она бы тупо не успела бы вызвать. Просто здесь каэф, ей ехать 3 километра, сумма 500 с чем-то рублей. Ну, хорошо, чтобы и знал. Даже если она позвонит в Яндекс, пожалуется, все равно я в Яндекс пишу, они возвращают деньги. Али, здравствуйте. Али, а вы выходите? Да, а вы где? У за подъезда 4, как вы указали. А, сейчас подойду. А вы не у него? А, нет. А, нет, что-то подъезд не указал. Сейчас я подойду. Ага, хорошо. Сейчас я подойду. Угу, хорошо. Я отменяю заказ. А почему? Ну, не хотят ехать. Да? Нормально? Да, вполне. Все, давайте, с полным годом. Спасибо, у вас тоже. Спасибо. Да. Не, не показалось. Не поехали. 500 рублей. Далее за отмену заказа. Да, всегда бы так. Шикарно. Не, ну, конечно, 500 это дофига. Конечно. Ну, для нового года нормально. Время тоже мое отнимают. Блин, я не знаю, это у меня, наверное, второй раз. Вообще за все такси, чтобы вот так вот дали 500 рублей. Шикарно, шикарно. Ко мне, да? А, он один едет? Да, он один, один. Братан, садись, ехать надо. Да, слушай, садись. Докурю в машине. Ну, пробка, пробка. Не, в машине не надо, потом покуришь. Да выкидывай, садись. Все, держись, держись, только держись. Забей на всю эту хуйню. Ну, того, парня. Все. Давай! Что-то ты много куришь. Пиздец произошел. А? Пиздец произошел. Какой? Тебе лучше не знаю. Ну так скажи, я ничему не удивлюсь. Думаешь? Ну, конечно. Спасибо за поездку. Для улучшения качества обслуживания. Ну, это недолго? В приложении Яндекс.Такси. Мы с пацанами как? В доме отметили Новый год. Мы поехали на Думскую. Нас там просто отпиздили. Мы просто шли, нас отпиздили. Телефон, короче, выпал. Мы это заметили. Просто, и идет на ряд полиции. Мы говорим, телефон пропал. Нужен заявить о пропале. Они говорят, нет, 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 короче. Мы идем за ними. Они заворачивают за угол, короче. В подвороте. Мы, короче, за ними. Мы на видео уже все снимаем. Они, короче, отказываются нам. Они говорят, нет. Мы только в подвороте заходим. Нам, короче, каждому по еблу, короче, прилетают, короче, от мусоров, прикинь. От мусоров? От мусоров. Просто каждому по еблу. Подыхалка. У нас всех крутят. Ну, мы говорим. Что происходит, собственно? У нас, короче, всех бабики сажают. Мне места не хватает. Меня, короче, выгоняют. Я говорю. Я с ними был. Я с ними поеду. Мне говорят. Иди нахуй. Пидорас, просто мусор говорит, прикинь. Я просто ее реву, я просто не понимаю. Я мужчина, что ты понимал? Ну, я вижу, да. Я мужчина, типа, я никогда до этого не ревел. Ну, тут мусора, прикинь. Я верю в власть, ну, типа. Я еще не слушал, ну, у Путина слова. Я так верил ему, и тут такое пресса. Слушай, а с кем ты был, это кто? Мой брат и друг. Ну, вы не с ними были изначально? Изначально с ними я был. А, их потом отпустили, что ли? Нет, их просто забрали, короче, в машину и запаковали. Для меня места не хватило. Мне говорят, что нахуй пидорасы, мусор говорит. Нет, вас забрали, их забрали. А что дальше было? Их отпустили? Нет, их забрали, все увидели. А для меня места не хватило. А вот эти, которые были, с кем ты был сейчас? Вот, я не знаю, это просто прохожие были. Они вот их символы, телефон сел. А, ты их вообще не знаешь? Нет, они просто пришли, они видели все это. Подожди, у вас отработали телефон какие-то другие вообще? Вы обратились к ментам и менты вам пизды дали. Да, прикинь, мы еще одно видео снимали, мусор, короче, телефон выхватывает и удаляет видео. То, что мы их снимали, когда мусоров. Мне стыдно жить здесь. Но изначально у вас не менты забрали? Какие-то вообще, блядь. Да, и вот второй телефон просто вырывают мусора и удаляют видео. Ну, а они отдали телефон хоть? Да, ну удаленные видео. То, что мусоров снимали, то, что они нам отказывают. Им просто похуй. А они удалили как? Ну, знаешь, когда удаляешь, а потом... Там не айфон был, там нельзя восстановить удаленный файл. Слушай, ну вообще, если вам заморочится, я уверен, что там камеры есть. Если заморочится, стопудово где-то там есть камеры. Да просто странно, что меня не забрали. А что, радуйся, а что тебе? Да просто беднорассы. Моего брата и мы его лучшего друга забрали. Не, стыдно то, что я здесь живу. Что ты здесь родился? Ихрена, ты мне в натуре историю рассказал. Не, ну что, что мусора, конечно, это да. Прикинь, я сам, я во-первых, от пацанов каких-то левых просто поебалу получил. Потом обращаюсь, мой брат обращаясь к полиции, да, что телефон потерял. Они заводят на залгу. Мне просто, прикинь, с локтя прилетает в ебало. Я нагибаюсь, и мне просто под их другой мусор бьет. Чтобы ты понимал, а где мы живем? Спасибо тебе. Да, не за что, удачи тебе. Вот такие вот истории, ребят. Ну, конечно, не знаю, насколько все это правда, но вроде рассказывают как бы правдиво. Вроде как бы правдиво все. Не, ну то, что, конечно, от ментов это ожидать, это, конечно... Нужно дома отмечать Новый год. Ну, суть, конечно, не в Новом году. Соединение устанавливается. Алло. Алло, здравствуйте. Да, тут... А вас ждать это такси? Да, 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 здесь девушка выйдет, мы ее проводим. Ага, хорошо, жду вас. Да, спасибо. Угу. Соединение устанавливается. Алло. Алло. Вас ждать? Да, здесь девушка просто вызвала номер, для того, чтобы мы ее увидим. Я понял. Ну, я вот здесь стою, возле входа. Да, хорошо. Ага, жду вас, ага. Здравствуйте, садитесь. Вы одна едете? Да. Скажите, на Большую Зеленину? Да. Да. А, девушка, можно я попрошу сразу расплатиться? Добро пожаловать в Яндекс.Такси. Помните о безопасности. Не забудьте... У вас деньги есть? Поездка появится. А я вот спрашиваю. Просто у нас... Девушка потеряла безнал. А, нет, у меня наличка стоит. А вы прям... Сервис прям, да? Так это... Ну, нет, честно, просто у девушки потеряла сумку. У нас нет сумки. Она была с двумя молодыми человеками, и сумки нет. То есть она пацана безнал. За счет. Угу. Сколько у вас денег? Слежите. Почти шестьсот. Шестьсот. Почти шестьсот. Сколько у вас есть? Сколько у вас есть? Скажите. Ну, там хватает. Четыре, пятьсот. 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 Еще двести. А? Не, я все понимаю, девушка. Да, блять, возьми. Боже, блядь. Вы сумку потеряли? Все, смотрите, получается, если мы нашу сумку найдем завтра, сегодня-завтра, мы вам позвоним. В любом случае, не переживайте, все хорошо будет. У вас ключи дома есть? Вас дома ждут? Нет, я думаю, не ждут. Да позвоните друзьям, кто вас ждет дома. Куда вы едете сейчас? Домой. Домой? Кто дома у вас есть? Никого? Никого? Спасибо. Спасибо, Иван. Спасибо, Иван. До свидания. До свидания. Дайте вам номер. Кого? А у меня его нет, он же официант. О, или администратор, наверное, официант. Ну, он, наверное, взял ваш номер. По-моему, он не такой человек. Ну, да. Так, ну, это, конечно, не мое дело, но он, когда у вас спросил домой, так я вас сейчас, ну, высажу, понятно, а вы куда пойдетесь в исключение? Да, нет. Так, а у вас ключи? А, у вас есть ключи дома? Нет, у вас. Я не знаю, Герас, пожалуйста, я вас не полюю. А, ладно, молчу, я просто... Пожалуйста, погодите, пожалуйста, я вас не знаю. Что сделать? Поговориться. Я вас не знаю, пожалуйста. Ну, давайте поговорим. Не знаю, говориться о чем-нибудь, не знаю. Они нужны. А вы в клубе, ну, вот где вы были, вы с подружками были, или вы одна была? Одна была. Я была завалена. А? Ну, я вообще двумя зимой, потому что у нас живет на власти зима мира, Новый год. И где они? Вы с нее знали? Ну, да. Я не знаю, где я. Они ушли? Ну, в смысле, они там остались или они ушли оттуда? Я не знаю, куда они все остались. А мне девушки какие-то звонили, это не ваши подружки были? Нет. А, это просто рядышком, да? Да, это было. Кстати, спасибо им. Честно, спасибо. Кому? Вот мальчику. Он администратор, я так понимаю, да? Да. Так, а по камерам не посмотрели, где ваша сумка? Я так понимаю, вы... Вы видите меня? А? В ней беды. В ней? В ней беды. Я не знаю, где. Не, ну вы просто плачете из-за сумки, что сумку потеряли? В ней беды. В ней беды. В ней беды. В ней, знаете, я, честно, не говорю, даже не хочу. Не, в принципе, я осталась. Чуть-чуть, наверное, дома. Все еще. Ну, а что-то ценное было в сумке. Просто смотрю, телефон у вас, ключи у вас. Карточки, как бы, если банковские, это не проблема. Их... Кстати, а вы, может, карточки заблокируете? На всякий случай банковские? Я это сделала. А, вы уже позвонили, заблокировали? Ну, а еще что-нибудь ценное было в сумке? Ну, что, просто вам не переживать, как бы. Ну, если касается девушки, ну... А если касаемо, ну, как бы, ну, ценности? Нет. А, ну, хоть здесь... Для мужчины это не будет. Не, я понял, вы расстроились из-за мужчины. В общем. Не переживайте, либо померитесь, либо... Не знаю, но он будет. Ну, я не знаю. Не, я так не думаю, я, знаете, такая штука, что тут... Думай-не думай, хочешь-не хочешь, как она, вот, преподнесет, а ну... Да, ничего страшного, поверьте, Новый год, это вообще нормально. У меня Новый год, знаете, так становится, офигенно, приятно. Это вы сейчас в действительном хорошем смысле, или это так с сарказмом сказано, так сказать, как сейчас? А, ну, не, ну, это я вижу. Я, да, я заметил. Не, ну, на самом деле не смешно, но... Знаете, что я хочу? Что? Я не брожу. Малая веревка. Все. Да ладно, бросьте вы, какая малая веревка. Ну, что? Я восстану. Я, да, я уже как-то тоже. Все будет хорошо, не переживайте. Скажите. Да, а вы, вам куда, кстати? Где-то что-то проехал? Вы где живете? Мы приехали уже просто. Угу. У вас точно есть ключи? Угу. Вы посмотрите лучше. Что? Нет ключей? Сколько? Нет ключей есть. Точно есть? Да. Может, у вас туда завести? Нет, туда-то. Дойдете, точно? Да. Давайте я вас подвезу туда. Давайте подвезу. Давайте подвезу вас туда. Раз, два, два. Ну, что... Ну, мало ли, пойдете гулять. Я думаю, еще в таком состоянии гулять вам не нужно. Так что не переживайте, все будет хорошо. Нет. Да, конечно. Ну, почему нет-то? Здесь, да, где-то? Или еще туда дальше? Точно у вас есть ключи? Для улучшения качества обслуживания, поставьте нам оценку в приложении Яндекс.Такси. Не-не-не, мне денег не надо. Вы его ждали. Можно попасть, пожалуйста, попасть сюда? Ну? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Так вот. Я сейчас соберусь. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Стаси, большое большое спасибо. Да, пожалуйста. Я ничего такого не сделал. Просто довез вас и все. Да, правда, я сейчас немного разговариваю. Просто правда. Ложитесь спать, придете, дождите, поспите. Да. Все будет хорошо. Проспитесь, обдумаете все. Все будет нормально. Вас как зовут? Вадим. Я. А вас? Я. Катя. Очень приятно. Да, не переживайте вы так. Ну, что вы так убиваетесь? Вы, главное, карточки точно заблокировали? Банковские? Да? Ну, все. Хоть деньги целы будут. Будут. Молодцы, можно расплатить все, что будет, но только не имеют. Пожалуйста, можно я с вами с вами сажу? У вас заказ? Да. К сожалению, да. Ну, давайте я его пропущу. Посидите, давайте я его пропущу. Посижу еще с вами. Заказ отменен. Я работаю с людьми, мне это очень сложно. А кем вы работаете с людьми? Вы честно скажете? Ну, конечно, честно. Ну, там где я работаю, наверное, мы там бывали. Ну, где? Слепископ. Я, конечно, извиняюсь, но я поехал. Поехали, заказы. Да. Работать надо, так сказать. Не знаю, если спасибо вам. Да, мне не за что. Парень хороший администратор попался. Он сказал, что он вам завтра позвонит. А теперь тоже... Телефон не забудьте. Честно. Ключи точно у вас есть? Да. Спасибо. Ну, все, хорошо. До свидания. Не переживайте, все нормально будет. Да, все. Спасибо. Наверное, с собой. Какое-то... Что-то... Что-то... Продолжение следует...